В Хакасии еще остались бобоубежища, но их не так много, как было, например, еще четверть века назад. В 90-е годы нерационально используемые площади, по мнению владельцев зданий, переоборудовали под мини-цеха, тренажерные залы, использовали их по другому назначению. По данным Республиканского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, специальные защитные сооружения есть только в трех городах Хакасии. Абакане, Черногорске и Саиногорске, всего их 44, содержатся за счет бюджетов предприятий. Одно из самых лучших находится под производственным цехом железной дороги. Здесь герметичные двери, есть два бака для питьевой воды и система вентиляции. Если наружный воздух будет заражен, то запускается система фильтрации. Особый период режима, то есть на военное время, люди укрываются здесь до трех суток. И данное защитное сооружение приводится в готовность в течение 24 часов по распоряжению МЧС. Рассчитано это убежище на 100 человек по полквадрата площади на каждого. Перед использованием укрытия в нем смонтируют трехуровневые нары с деревянным настилом. Матрасы и коврики люди должны принести с собой, так же, как и запасы еды. Причем прямо отсюда они будут выходить в свои цеха. Они продолжают работу в военное время, они не подлежат эвакуации, а подлежат рассредоточению. То есть они не уезжают далеко от города. И, еще раз повторяю, перейдя на двух сменный вариант работы, продолжают работу в особый период. При необходимости, если здание вдруг будет разрушено, люди смогут выбраться из подвала через запасной эвакуационный выход на улицу. Добавим, что речь идет о важных предприятиях, которые имеют специальные оборонные заказы от государства. Только их персонал по существующему законодательству укрывается в бомбоубежищах. Население при необходимости может спастись в подвалах жилых домов, кинотеатрах, а в сельской местности в частных погребах. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.